Моё послание адресовано непосредственно к нечленам Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я буду говорить об основополагающем вопросе, который задают многие из вас. Почему святые Последних Дней так жаждут рассказать мне о том, во что они верят, и пригласить меня узнать об их Церкви? Я молюсь о том, чтобы Дух Господа помог мне как можно лучше донести до вас мой ответ на этот вопрос, а вам как можно лучше его понять. Преданные ученики Иисуса Христа всегда были и всегда будут доблестными миссионерами. Миссионер — это последователь Христа, свидетельствующий о Нем как об Искупителе и провозглашающий истины Его Евангелия. Церковь Иисуса Христа всегда была и всегда будет миссионерской Церковью. Отдельные члены Церкви Спасителя взяли на себя торжественное обязательство помогать выполнять это божественное поручение, которое Господь дал Своим апостолам, как это записано в Новом Завете. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Святые последних дней очень серьезно относятся к этой обязанности рассказывать всем людям во всех народах о Господе Иисусе Христе и Его восстановленном Евангелии. Мы верим, что та же Церковь, которую Спаситель основал в древности, была восстановлена им на земле в эти последние дни. Учения, принципы, власть священства, таинства и заветы Его Евангелия. Все это можно найти сегодня в Его Церкви. Когда мы приглашаем вас вместе с нами посетить Церковь или встретиться с миссионерами полного дня, мы не стараемся продать вам какую-то продукцию. Будучи членами Церкви, мы не получаем призов или бонусных баллов в некоем божественном состязании. Мы не стараемся просто увеличить количество членов Церкви. И что важнее всего, мы не стараемся принудить вас поверить в то, во что верим мы. Мы приглашаем вас услышать восстановленные и истинные Евангелия Иисуса Христа, чтобы вы могли изучать их, размышлять над ними и молиться, чтобы вы сами пришли к познанию того, истинно ли то, чем мы с вами делимся. Некоторые из вас могут сказать, «Но я уже верю во Христа и следуя Его учениям», или «Я не уверен, что Бог существует». Наше приглашение — это не попытка принизить ваши религиозные традиции или жизненный опыт. Берите все, что, как вы знаете, истинно, верно и достойно похвалы, и испытайте наше послание. Сам Иисус приглашал двух своих учеников пойти и увидеть. Так что мы предлагаем вам пойти и увидеть, действительно ли восстановленная Евангелие Иисуса Христа расширяет и обогащает то, что, как вы уже знаете, истинно. В самом деле, мы ощущаем священную обязанность донести это послание до каждого племени, колена, языка и народа. И именно это мы и делаем с помощью нашей армии, состоящей из более чем 88 тысяч миссионеров, трудящихся в более чем 150 странах по всему миру. Эти замечательные люди помогают членам нашей церкви выполнять данную свыше и личную обязанность каждого из нас провозглашать вечное Евангелие Иисуса Христа. Но наше стремление провозглашать это послание не просто результат осознания этой духовной обязанности. Напротив, наше желание делиться с вами восстановленным Евангелием Иисуса Христа служит показателем того, насколько важное значение эти истины имеют для нас. Думаю, что описать, почему мы настолько решительно стремимся объяснить наши взгляды у меня лучше всего получится на примере двух наших с супругой сыновей. Однажды вечером, много лет назад, мы со Сьюзан стояли напротив окна у себя дома и наблюдали за тем, как два наших мальчика играют на улице. Во время игры младший брат получил легкую травму. Мы сразу поняли, что ничего серьезного не произошло и решили не оказывать какую-то срочную помощь. Мы хотели понаблюдать, не прошли ли даром наше семейное обсуждение о братской доброте. То, что произошло дальше, было и интересно, и поучительно. Старший брат утешил младшего и с заботой помог ему дойти до дома. Мы со Сьюзан стояли недалеко от кухни, чтобы видеть, что же будет происходить далее, и были готовы незамедлительно вмешаться, если бы появилась возможность дополнительного вреда здоровью, или была неизбежно серьезная травма. Старший брат пододвинул кухонный раковине стул. Забравшись на него, он помог с тем же брату, после чего включил воду и вылил огромное количество моющего средства на бодранную руку младшего брата. Как мог, он осторожно смыл грязь. Реакцию его брата на эту процедуру можно в точности описать, используя язык священных писаний. И у них будет причина стенать и рыдать, и выть, и скрежетать зубами. Как же этот маленький мальчик рыдал! После того, как рука была обработана, ее тщательно высушили полотенцем. В конечном итоге крики прекратились. Далее старший брат забрался на стол, открыл шкафчик и достал тюбик с мазью для обработки. И хотя царапины на руке младшего брата были не слишком велики, и их было не так много, старший брат выдавил на порожденную руку почти все содержимое тюбика. Крики не возобновились. Было видно, что младшему брату больше понравился успокаивающий эффект той мази, нежели очищающее действие жидкости для мытья посуды. Старший брат вновь открыл шкафчик, где нашел тюбик с мазью и достал оттуда упаковку стерильных бинтов. Он открыл ее и запинтовал всю руку брата, от запястья до локтя. После того, как эта ситуация была разрешена, и мазь, и бинты, раскиданные по всей кухне, они, счастливые с улыбкой на лице, оба спрыгнули со стула. Но важнее всего то, что произошло дальше. Пострадавший брат собрал оставшиеся бинты, почти пустой тюбик с мазью, и снова пошел на улицу. Он быстро отыскал своих друзей и начал наносить мазь им на руки, а затем бинтовать их. Мы со Сьюзен были поражены искренностью и быстротой его действий, а также энтузиазмом, с которым он это делал. Почему этот маленький мальчик делал то, что он делал? Пожалуйста, обратите внимание на то, что он незамедлительно и на интуитивном уровне захотел поделиться с друзьями тем, что помогло ему, когда он испытывал боль. Этого маленького мальчика не нужно было заставлять, принуждать или подгонять к действию. Его желание поделиться этим было естественным следствием полезного и благотворного личного опыта. Многие из нас взрослых ведут себя подобным образом, когда мы находим методику лечения или какое-то средство, которое облегчает нашу давно непрекращающуюся боль, или получаем какой-то совет, который помогает нам преодолевать наши трудности с терпением и затруднением с задором. Когда мы делимся с окружающими тем, что для нас очень ценно, или что помогло нам, это совершенно обычное дело. То же самое особо применимо к вопросам, имеющим великое духовное значение и последствия. Например, в рассказе, который можно найти в одной из книг священных писаний, известной также как книга Мормона, говорится о сне, увиденном одним из древних пророков, руководителем по имени Легий. Центральная часть сна Легии — это дерево жизни, представляющее любовь к Божию, которое самое вожделенное из всего сущего и самое радостное для души. Легий объяснял, «И было, что я подошел и вкусил от плода его и познал, что он был слаще всех, когда-либо отведанных мною ранее. Да, и я увидел, что плод его был белый, превосходивший всякую белизну, которую я когда-либо видел. И когда я вкусил от плода его, он наполнил мою душу чрезвычайно великой радостью, а потому я желал, чтобы мое семейство тоже вкусило от него». Величайшее проявление Божьей любви к его детям — это земное служение, искупительная жертва и воскресение Господа Иисуса Христа. Плод дерева представляется символом благословения и искупления Спасителя. После того, как Легий вкусил от плода дерево и испытал эту великую радость, он сразу же захотел поделиться этим с семьей и служить им. Таким образом, обратившись ко Христу, он также обратился и к другим людям с желанием проявлять любовь и служить им. В другом важном эпизоде в книге Мормона описывается история человека по имени Енос после его искренней молитвы, обращенной с просьбой к Богу, на которую был дан ответ. Вот его слова. «И взалкала душа моя, и я опустился на колени перед моим Творцом и воззвал к Нему в могучей молитве и молении за свою собственную душу. И весь день я взывал к Нему, да, и когда наступила ночь, я все еще возносил свой голос ввысь, так, что он достиг небес. И был ко мне голос, говорящий, «Енос, грехи твои прощены тебе, и ты будешь благословлен». И я, Енос, знал, что Бог не может лгать, а потому вина моя была смыта. И я сказал, «Господь, как это произошло?» И Он сказал мне, «Из-за твоей веры во Христа, которого ты никогда не видел и не слышал, а потому иди, вера твоя исцелила тебя». И ныне было так, что когда я услышал эти слова, я начал желать благоденства братьям моим, нефийцам, а потому я излил Богу всю свою душу ради них. Когда Енос обратился к Господу со всем устремлением сердца, в то же мгновение в душе его возросло беспокойство о благополучии его семьи, друзей и знакомых. Неприходящий урок, который мы получаем из этих двух эпизодов, заключается в следующем. Очень важно испытать в нашей собственной жизни благословение, искупление Иисуса Христа, что станет необходимым условием нашего искреннего и неподдельного желания служить, простирающегося далеко за пределы рутины. Подобно Леге, Еносу и нашим маленьким сыновьям в той истории, которую я рассказал, мы, как члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, ощущали это мучение, связанное с духовной неопределенностью и грехом. Мы также испытали очищение, душевный покой, духовное исцеление и возрождение, а также руководство, которое можно обрести только благодаря изучению принципов Евангелия Спасителя и жизни по ним. Искупление Иисуса Христа является очищающей силой, необходимой для того, чтобы мы могли стать сильными, чистыми и непорочными, целебным бальзамом, исцеляющим духовные раны и избавляющим нас от чувства вины, а также защитой, которая помогает нам оставаться верными во все времена, счастливые и нелегкие. Абсолютно вам, членам семьи и друзьям, не являющимся членами Церкви Иисуса Христа святых последних дней, я постарался объяснить основополагающие причины того, почему мы ведем миссионерскую работу. В этом мире, в котором постоянно растет надменность, и который пренебрегает абсолютными понятиями, есть абсолютные истины. В будущем преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Христос, в славу Бога Отца. И Иисус Христос, безусловно, единородный Сын Отца Вечного. Как члены Его Церкви, мы свидетельствуем, что Он живет, и что Его Церковь восстановлена в своей полноте в эти последние дни. Наше приглашение вам узнать о нашем послании, испытать его, проистекает из того положительного воздействия, которое Евангелие Иисуса Христа оказало на нашу жизнь. Иногда мы можем вести себя неловко, действовать неожиданно, или быть упорными в наших стараниях. Наше простое желание заключается в том, что мы хотим поделиться с вами истинами, которые имеют для нас величайшую ценность. «Будучи одним из апостолов Господа, я со всей силы своей души приношу свидетельство о Его божественности и реальности. И я приглашаю вас пойти и увидеть во священное имя Иисуса Христа. Аминь».